МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск новостей на канале Новороссия ТВ. Вторник, 4 ноября. В студии Екатерина Малова. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о таких событиях. Главы республик вступили в должность. В Донецкой больнице имени Калинина теперь можно бесплатно получить инсулин. В Санкт-Петербурге прошел марш за Новороссию. Сегодня в Донецком драматическом театре прошла инаугурация главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. 2 ноября состоялись выборы в Донецкой народной республике. Высокая явка избирателей доказала всему миру, что народ Донбасса готов отстаивать свою свободу, свое право на мирную и достойную жизнь. По итогам голосования лидером стал Александр Захарченко. И сегодня, 4 ноября 2014 года, он официально вступает на пост главы Донецкой народной республики. Торжественная церемония вступления в должность главы Донецкой народной республики состоялась в здании Донецкого музыкального драматического театра. Под марш преображенского полка казаки внесли флаг Донецкой народной республики. И на сцену поднялся председатель Центральной избирательной комиссии Роман Лягин для официального объявления результатов выборов. Председатель ЦИКа торжественно вручил Александру Захарченко удостоверение главы Донецкой народной республики и искренне поздравил его со вступлением в должность. Новоизбранный глава принес присягу на верность народу и официально вступил в должность. Вступая в должность главы Донецкой народной республики, клянусь соблюдать законы Донецкой народной республики, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Донецкой народной республики. Затем на сцену поднялся председатель Верховного совета ДНР Борис Литвинов. Он вручил Александру Захарченко символ флага Донецкой народной республики и сердечно поздравил главу со всенародным избранием. Это не только большая честь, но и колоссальная ответственность. От имени революционного Верховного совета первого созыва желаю вам решительности в принятии важнейших решений для нашей страны. В этот сложный период вы не останавливались перед трудностями, проявляли мужество не только на полях сражений, но и на ниве мирного государственного строительства. Первое правительство Донецкой республики, членом которого вы стали с самого начала его работы, а в дальнейшем и возглавили его, сумело создать основы государственности, дать решительный отпор агрессору. Также граждан ДНР поздравил с избранием легитимного главы депутат Государственной думы Александр Журавлев и председатель парламента Республики Осетия Анатолий Бибилов. От имени президента Республики Южной Осетия Леонида Харитоновича Тибилова я сердечно поздравляю вас, Александр Владимирович, с избранием главой Донецкой народной республики. Желаю вам успехов и простания. Спасибо. В продолжении церемонии инаугурации состоялся праздничный концерт, после которого Александр Захарченко ответил на вопросы журналистов. Отопительный сезон у нас уже начался. Уголь за сегодняшний момент будет раздаваться людям. Приказ уже подписан, с завтрашнего дня уже пойдут выдачи угля населению. В принципе, к зиме мы практически готовы. Единственная проблема, которая была, есть и будет, это проблема тех территорий, которые находятся под обстрелом, на которых невозможно восстановить инфраструктуру, наладить теплооснабжение, подачу горячей, воды и электричества. Уголь на два слова сотрудничать с Луганской народной республикой? Мы братские республики, мы сотрудничали и сотрудничаем до сих пор. Вы знаете прекрасно, что на территории Луганской народной республики находятся наши родные подразделения, которые помогают им сражаться за свою независимость. Постоянное общение и с Верховным Советом, и с правительством Луганской народной республики. Скажите, а какие страны уже готовы поддерживать международные отношения с Донецкой народной республикой? Ну, они уже и так поддерживают. Это Осетия, это Абхазия, надеюсь, поддержит. Это Приднестровье, это Венесуэла, Куба, и ряд других стран, которые будут обязательно нас поддерживать. Надеюсь, это будет ищи Россия. Радостные жители Донецкой народной республики вышли на центральную площадь Донецка, чтобы поздравить и поблагодарить главу республики. В свою очередь Захарченко от всей души поблагодарил граждан за оказанное ему высокое доверие. Я ему сделаю все, чтобы вы жили хорошо, чтобы наша земля жила хорошо, чтобы все мы счастливы жили и гордились нашей землей, нашим народом и нашими детьми. Еще раз близкий вам поклон. Спасибо, Иван, Иван, большое вам спасибо. И на вас, Сергей. Спасибо. Маргарита Миронюк, Тарас Мирный, специально для Новороссия ТВ. Новый избранный глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий провел пресс-конференцию. Среди прочих заявлений он сообщает, что число республик Новороссии будет со временем увеличиваться. Жители в регионах настроены против киевской власти. Игорь Медикторович, поздравляем. Первый канал. Ваши первые шаги должен стать. Спасибо за все слова. Мои первые шаги покажут ваше время. Обязательно. Ну а все-таки первоочередные задачи, которые стоят перед главой республики, перед предъявлением выбранного народа. А задачи не поменялись. Они только стали более ответственными, что в каком-то плане. Восстановление инфраструктуры, рабочие места, восстановление промышленности. Дать окончательно тепло в те дома, которые еще остались без тепла и без света. Подача воды. Пока это первоочередные задачи. Пока. Но спектр гораздо шире и глубже. Потому что это задачи сегодняшнего дня или первого часа. Мы не так говорим. Понимая все, что стоит перед нами. Всю сложность экономического вопроса. Количество задач будет только увеличиваться и масштабно становиться все более глубже и глубже. Игорь Египтович, ну нельзя не коснуться темы взаимоотношений с Киевом, который, как известно, считает выбором нарушениям минских договоренностей. Вы собираетесь как-то взаимодействовать с ними? Или будете ждать от них первых шагов? Чего, собственно, можно теперь ждать от Киева в отношении Минской Народной Республики? Есть у вас какая-то ясность, как дальше при легитимной власти здесь выстраиваются с ними отношения? А почему вы забыли тот простой факт, что а легитимны ли вообще выборы в Киеве? Если даже процедуру отречения Януковича они нормально по закону до ума не довели. И нету факта. То есть являются легитимными выборы в самом Киеве. Но ведь мы в этом их не упрекаем. Мы не мешаем им жить так, как они хотят. Мы знаем, что это наше бывшее государство. Мы понимаем, мы видим те процессы, которые происходят в нем. Но при этом мы говорим, ребята, вас устраивает вот так вот. Вам народ простил, вы считаете нужным вот так. Пожалуйста. Но не вмешивайтесь в наши процессы. Не мешайте нам. И я сегодня уже говорил, скажу и вам. Многие из вас наверняка бывали и на Майдане, да? Когда начинался Майдан. Помните лозунги Майдана? Против чего собирался Майдан? Против коррупции. Против коррупции. Против олигархов. Против чиновников. Майдан прошел. Выборы прошли. И кто у них сейчас? Коррупция, олигархи, чиновники. У нас Майдана не было. У нас прошел обыкновенный референдум. И простые выборы. Но у нас нет олигархов. У нас нет чиновников. И надеюсь, я понимаю, что победить коррупцию практически невозможно. Но уменьшить ее мы постараемся. Так стоила небесная сотня того, чтобы они получили сейчас то, с чего начинали, наверное, даже в худшем варианте. Пусть люди зададут вопрос там, в Киеве, своему правительству. Стоило все это начинать, чтобы сменить одних на других, еще более ненасыпных. Наши корреспонденты стали свидетелями очередного арт-обстрела Донецко-Украинской армии. Судя по всему, за моей спиной находится зарево от зажигательных бомб, или как их называют, еще фосфорные бомбы. На кадрах вы можете наблюдать, как они приземляются. И после приземления, помимо звука, еще наблюдается небольшое зарево. Это к слову о том, что украинские войска не используют запрещенного оружия на территории ДНР. Вспышки зажигательного оружия и гром от ударов не удивили дончан, привыкшим к подобному поведению украинской армии. Накануне Донецкие окрестности в очередной раз подверглись артиллерийскому обстрелу. Нацгвардия снова использовала зажигательные мины. Удар по районам метра и 15-го участка зажигательными минами был произведен со стороны Песа, где дислоцируются каратели. Над старым терминалом в течение нескольких часов был виден дым, а также отчетливо были слышны звуки взрывов детонирующих боеприпасов ВСУ. Дмитрий Подорожник, Тарас Мирин, специально для Новороссия ТВ. Также объектом попадания снаряда стал виномаркет Поляна. Об этом далее расскажут наши военные корреспонденты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...